Родившийся на Итурупе Митсунариито рассказывает о войне и своей родине. Соя Накамура, Майнити Симбун, Япония. 14 августа 2018 года. Война – это порождение зла. В начале августа Митсунариито, Митсунариито, родившийся на Итурупе, обратился к 20 школьникам на мероприятие в городе Акито. В его руках был листок, исписанный убористым текстом. Я навестил Ита накануне мероприятия и выслушал его историю. Ит родился в 1935 году на юге острова в районе Бенатсу. Среди 11 детей он был четвертым ребенком. Родители зарабатывали на жизнь рыбалкой, добычей морских водорослей и так далее. Рядом с их домом рос рябчик камчатский, а в небольшой реке водилась мальма. Во время войны в порт зашел японский военный корабль, в который попала американская торпеда. В корпусе корабля зияла огромная дыра, по палубе были разбросаны останки людей. Выжившие старший механик и матросы были черны от мазута. Тогда я впервые ощутил страх войны, вспоминает Ита. По информации Ассоциации по решению проблемы северных территорий, 28 августа 1945 года советские войска высадились на Итурупе. Ита помнит, что по острову ходили солдаты, вооруженные автоматами. В дом семьи Ита принесли боеприпасы, оставленные японскими войсками, и взорвали его. Жизнь Ита изменилась в одночасье. Вся домашняя утварь была конфискована. Была введена карточная система. Приходилось ежедневно проходить более 10 километров, чтобы получить хлеб. Если находили овощи или рыбу, их конфисковали. Одного японца, который прятал продукты, застрелили. В октябре 1948 года семью Ита перевезли на Сахалин, где они жили в здании, напоминающем склад. В день давали только один кусок хлеба. Туалет был ужасающим. В поле была выкопана яма глубиной несколько метров. Нужду справляли на доске, брошенной поверх ямы. Один человек погиб, упав в эту яму. Через две недели семье удалось сесть на пароход, который шел в Японию. Через Хакадате они отправились в город Ханзо, где жила семья отца. Ита пошел в среднюю школу, где его обзывали беженцем. Он не хотел вспоминать о том, что ему пришлось пережить. И никому не рассказывал о своих невзгодах. После окончания средней школы он работал плотником и мебельщиком. Женился в 1966 году. В 1972 году, когда Окинава была возвращена Японии, Ита ощутил зависть. Если бы северные территории находились также под контролем США, возможно, они вернули бы их. В 1980-е годы знакомый Ита попросил его рассказать о пережитом. Когда Ита сказал знакомому, что он должен понимать, что острова японские, тот заявил, что маленькие острова можно отдать из СССР. Ита возразил, что Итуруп не маленький, он больше, чем Окинава. Ита с головой погрузился в работу и практически не вспоминал о своей родине. На Итурупе ему удалось побывать только в 1994 году. Он сел на корабль вместе с другими бывшими жителями Итурупа. Когда показался Итуруп, слезы хлынули из глаз Ита. Наконец-то я вернулся. Он пришел на братскую могилу и сложил ладони вместе. С тех пор он побывал на Итурупе 25 раз. На острове увеличилось российское население. Строятся аэропорты и культурные учреждения. Построек из прошлого практически не осталось. Три года назад Ита начал рассказывать истории из своей жизни. Я спросил у него, вы испытываете ненависть к россиянам? Ита улыбнулся и ответил, ненависти нет. В конце этого месяца он планирует посетить Итуруп в 26 раз. Перспектив для возврата северных территорий нет. Однако Ита не оставляет надежды на то, что когда-нибудь острова будут возвращены. Когда я умру, я хочу, чтобы мой прах развеяли в море у Итурупа, говорит Ита, тоскуя по родине.